всем привет благодарю что смотрите наше видео сегодня хочу вам рассказать о приготовлении настоя из ольховых шишек мне много писали спрашивали в комментариях о том как же его правильно приготовить и какой там я не знаю секретный рецепт сколько ложить шишек в общем много 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 вопросов и поэтому давайте я вам максимально подробно попробую сегодня об этом рассказать хотела раньше снять для вас это видео но к сожалению шишка у меня закончилась пришлось немножечко подождать потому что она ехала из карпат сейчас вам покажу пришел вот такой вот ящичек с шишечкой сейчас мы его вместе с вами распакуем посмотрим что же нам сюда приехала вот проверим ее качество состояние чтобы она была хорошей собственно пригодна для применения в аквариуме ну что ж поехали давайте смотреть шишечку поближе достаем и сразу хочу заметить вам что вот этот вот пакетик вот этот вот это вот всего лишь полкило я заказывала килограмм и мне на килограмм пришло вот раз и два вот таких вот пакета ну я скажу очень много вообще хочу сказать что шишка меня в этот раз очень порадовала на самом деле что до этого качество было значительно тут вот нет вот у нее вот этих палочек всяких ненужных мусора шишка сразу визуально можно сказать что она чистая насколько мы можем определить также видно что она сухая нет места прелости имеет цвет знаете такой не темный такой вот хороший цвет то есть и шишка этого сезона они там пролежала уже там подальше несколько лет и и собрали потому что отправляют всякое и уже шишка по моему опыту бывает разное поэтому очень и очень классно приехала она из трусковцов то есть там хорошая экология я думаю нашей рыбе понравится что еще расскажу сразу о шишке что на что важно проверить также вот бывает приходит с кусками грязи то есть если у вас шишка пришла с кусочками грязи и надо сначала почистить убрать лишний мусор убрать грязь и конечно же ну в таком виде ее нельзя запаривать то есть ее нужно сначала подготовить проверить чтобы не было шишечек которые поплесневели может вся основная масса быть такой хороший высушенной но попадаться среди них достаточно некачественная шишка то есть лучше просмотреть убрать все плохое и уже после этого смело приступать к тому чтобы ее запаривать давайте ее откроем и понюхаем потому что она пахнет невероятно ну что ж приступаем к тому что она пахнет она божественно просто невероятно ну что ж приступаем к тому что начинаем ее запаривать приступим к приготовлению секретного настоя из ольховой шишки для этого я подготовила самое важное нашу шишку ольховую мисочку вот такую вот баночку обычно я использую трехлитровый но сегодня будет такая потому что все мои трехлитровые банки заняты в них уже стоит готовый настой так как я его готовлю заранее потому что ему нужно настояться хотя бы месяц поэтому обратите внимание на это что месяц ваша шишечка должна постоять также у нас чайник с водичкой будем сейчас его кипятить хочу также рассказать по поводу воды знаю что у многих ошибка наливают воду из-под крана ни в коем случае в воду мы сегодня используем ту которая будет в вашем нерестовике почему потому что если вы нальете зальете шишечку нашу другой водой в эту баночку то она изменит вам показатели воды в нерестовике там жесткости и прочее которые могут нарушить нерест и нерест просто не произойдет так что если вы собираетесь использовать осматическую воду то отлично используйте осматическую набирайте ее в мисочку в чайник если у вас будет использоваться дистиллированная вода значит это должна быть дистиллированная кто-то может не обладает ни той ни другой но очень хочется нерестить красного неона тогда пожалуйста используйте дождевую воду талую воду ну любую воду ну практически с нулевой жесткостью как в которой можно от нерестить красного неона так самое главное в воде я вам сказала для чего вот этот вот вот это вот у наша мисочка с водичкой для того чтобы нашу шишку промыть ее собирали там в пыли так всяк я не знаю может быть там грязь какая-то что-то лишние какие-то остатки нам необходимо их удалить и хотя бы немножечко ее промыть вот когда мы опустим шишку в воду она сразу же на начнет отдавать и вода становится коричневой поэтому мы ее сейчас быстренько промываем и складываем в нашу баночку пока промываю шишечку сразу хочу ответить там на вопросы многих у меня допустим спрашивают а сколько шишек нужно запаривать знаете я не считаю шишечки и вам не советую так как это глупость ну как бы понимаете нужно выходить из того расчета что вам нужно когда вы добавляете уже готовый настой в аквариум вы ориентируетесь не на количество шишечек не на объем вашего настоя вы исходите из того какой у вас цвет нерестовой воды она должна быть слабо янтарного цвета поэтому если у вас много нерестовиков если у вас много производителей если вы собираетесь нереститься там нерестить часто ну делайте чуть побольше ложите шишки побольше сделайте несколько банок если же у вас небольшое количество рыбки небольшие ну там один-два нерестовика то зачем же конечно заваривать много вы просто ее не используете и зря используете шишку а из нее можно варить классный ароматный чай поэтому шишечка наша вот уже она в мисочке теперь мы ее быстро промываем вон она начинает сразу отдавать свой цвет все этого достаточно пыль мы смыли надеюсь все лишнее с ними с нее обвалилась так и мы складываем ее в баночку убежала она быстренько ее перекладываем в баночку вытаскиваем так что это грязная вода у нас осталось в миске быстренько я перекладываем даже включить чайник сейчас включу чайник а вот но попозже давайте переложим сначала сейчас расскажу по поводу еще количество вот примерно чтобы вас сориентировать как это делаю я вы уже будете делать как это вам удобно вот я вложу получается у тут будет где-то 1 4 1 5 часть от вот видно и надеюсь вот 1 4 1 5 часть от баночки то есть вот так будет недостаточно включаем чайник и ждем пока он закипит чайник закипел теперь мы можем заливать нашу шишку я ставлю мисочку в сторону чтобы она нам не мешала возьмем баночку поближе так шишечку нашу мы сухими руками закручиваем чтоб в нее не попадала влага и когда набираем ее обязательно сухими руками лучше еще вообще засунуть какую-нибудь баночку закрыть плотно чтобы она у вас ни в коем случае не не намокла и не ну не заплесневела не отсырела поэтому ее храним в сухом месте разводня это не самое подходящее но если в разводне я же говорю то в герметическом месте все оставляем шишечку тоже в сторону теперь аккуратненько заливаем шишку кипятком заливать нужно аккуратно так как у меня лопнутых на моем счету уже много банок поэтому я лью тоненькой струйкой и даю банки привыкнуть прогреться для того чтобы она не лопнула заливаем как она пахнет все готово теперь накрываем ее крышкой но не плотно чтобы я не выбила пару теперь нашу шишечку необходимо закутать для того чтобы дольше сохранялось тепло и она максимально все из себя отдала в воду для этого подойдет любой там я не знаю старенький плед или свитер у меня для этого есть вот такой вот рабочий все рабочий свитер тепленький и в него я обычно крутую свои баночки не знаю как там вам больше нравится можно закутать чтобы она постояла если есть возможность поставить где-нибудь возле батареи но чтобы максимально долго сохранить здесь тепло но все друзья все супер секреты приготовления и настоя с ольховых шишек раскрыты так что сейчас мы его уберем в темное место когда он остынет дадим ему настояться пару месяцев и будем мы его добавлять как я это делала в одном из моих видео нерестовик на этом все ждите моих новых видео подписывайтесь всем пока и